Всем привет, друзья! С вами опять Криптор. Надеюсь, что у всех все замечательно, несмотря на вот это недавнее падение практически всех альтов. Сегодня мы как раз-таки поговорим о биткоине, посмотрим, что с ним происходит. Я скажу пару слов от себя и также сделаю для вас перевод последнего видео от Олеси Орастани. Вот это видео он запостил 13 часов назад. Кстати, большое спасибо за лайки, комментарии, подписки. Я это очень ценю. Ну что, погнали! Значит, смотрите, я уже как-то упоминал это в предыдущих видео. Мы сейчас находимся в какой-то такой интересной ситуации. То есть, у нас четко вырисовывается линия сопротивления, которая находится на уровне 13 с копейками. 13.300, 13.400. И эта линия сопротивления, она как раз-таки является линией отката Фибоначчи в 61.8. То есть, биткоин уже несколько раз пытался ее пробить. В прошлый раз он ее даже пробил, но на дневном графике так и не закрылся выше этой. Линии, соответственно, мы откатились ниже. И в этот раз он опять-таки хотел дотронуться до этого уровня, но мы даже не смогли до него дотронуться, как начали появляться ордера на продажу. И, соответственно, биткоин начал падать ниже. Поэтому пока мы не пробьем вот этот вот уровень, соответственно, мы либо будем идти в боковике, либо можем опускаться еще ниже, вплоть до вот этой вот линии, которая сейчас будет служить линией поддержки. Это как раз-таки уровень отката Фибоначчи в 38.2. И смотрите, вот я заметил, что у нас вырисовывается сейчас на графике. У нас вырисовывается не очень хорошая картина. Вы можете заметить вот эту вот букву М. Да Винчи нам как-то говорил про эту букву М, что если у нас появляется вот такая вот буква М, вот она, да, буква М у нас нарисована, то, соответственно, это говорит о том, что рынок улыбается и рынок готов забрать наши денежки. Поэтому есть вероятность того, да, что мы будем дальше-дальше-дальше падать ниже. Причем такое происходило уже несколько раз, даже в недавней истории биткоина. Вот смотрите, если мы посмотрим вот эти предыдущие максимумы, да, здесь у нас тоже была буква М, тоже можно легко нарисовать вот этот смайлик и, соответственно, падение ниже. И вот еще раз здесь тоже так вырисовывается эта буква М и, соответственно, мы дальше падали ниже. Что происходило за пару дней до этого? Почему биткоин резко начал расти вверх? Скорее всего, это связано с таким формированием, которое называется бычий флаг. Здесь получается рукоятка флага, здесь идет сам флаг. И если вот этот уровень пробивается, соответственно, это сигнал на покупку, на то, что мы будем двигаться вверх. Очень часто этот бычий флаг практикуется в трейдинге. Вот здесь тоже показывается бычий флаг. Соответственно, здесь у нас идет рукоятка флага, опять флаг. И вот здесь вот время покупать, ордер на покупку ставить. И вот тоже здесь указывается бычий флаг. И, скорее всего, вот как раз-таки, поскольку очень много трейдеров сейчас задействовано в биткоине, и поэтому, возможно, это было хорошим сигналом на покупку, и поэтому рынок резко начал двигаться вверх. Но, опять-таки, вот этот уровень в 13200, 13400, откат Fibonacci 61.8, он служит линией сопротивлений. И как только мы подходили до этой линии, соответственно, мы опять начали двигаться вниз. Это такой апдейт небольшой от меня. Теперь давайте мы послушаем Алисио Растани, что он нам говорит. В этом видео я хочу поделиться, по моему мнению, наиболее вероятным движением биткоина в дальнейшем. Заметьте, что это параболическое движение биткоина в прошлом месяце дотронулось до уровня сопротивления от ката Fibonacci в 61.8, потом биткоин откатился до 21-й дневной средней скользящей. И самое интересное, это то, что биткоин попытался сделать очередной ралли вверх, чтобы пробить предыдущую вершину. Но у него опять это не получилось, и биткоин в очередной раз упал до 21-й дневной средней скользящей. Этот паттерн обычно повторяется после такого параболического движения. Давайте приведу несколько примеров. В 2016 году, после этого очень внезапного параболического движения, он упал до 21-й дневной средней скользящей, даже ниже. Но заметьте, похожее движение. Биткоин пытался сделать очередной ралли вверх, пробить предыдущую вершину, но у него это не получилось. Он снова упал до 21-й дневной средней скользящей и начал двигаться в боковике. Это похоже на некую консолидацию. Но самое интересное, это его следующее движение, которое обычно идет вниз и пробивает предыдущие минимумы. Обычно доходит до 100-й дневной средней скользящей, это оранжевая линия, или даже доходит до 21-й недельной средней скользящей. Вот еще один пример для вас. Опять биткоин параболически двигается вверх, очень перекуплен становится, опять падает до 21-й дневной средней скользящей. И опять такой же паттерн. Он опять пытается идти вверх, опять у него это не получается. И, соответственно, у нас появляется некая консолидация в боковом движении. Потом мы опять падаем, пробиваем предыдущие минимумы и доходим до 100-й дневной средней скользящей и до 21-й недельной средней скользящей. И еще один пример хочу привести. Это было в 2017 году. Опять параболическое движение, опять биткоин сильно перекуплен, опять биткоин падает до 21-й дневной средней скользящей, опять пытается делать очередной ралли, который у него не получается, опять падает до 21-й дневной средней скользящей, опять некий паттерн консолидации. У него не получается двигаться выше, он пробивает предыдущие минимумы и доходит до 100-й дневной средней скользящей. То есть у нас опять ралли не получается, и мы опять падаем вниз до предыдущих минимумов. И, соответственно, есть вероятность того, что у нас происходит то же самое сейчас с биткоином, что происходило раньше. Похожая ситуация. Опять параболическое движение, он дотрагивается до линии сопротивления, биткоин очень сильно перекуплен, потом он опять падает до 21-й дневной средней скользящей. Пытаемся еще раз очередной ралли сделать, у нас это не получается. Падаем до 21-й дневной средней скользящей. И это означает, покуда биткоин будет находиться ниже вот этого уровня, 13 250, самый более вероятный сценарий движения биткоина, это сценарий, который повторялся уже несколько раз. То есть это повторение этого же паттерна. Биткоин попытается протестировать предыдущие минимумы начала июля, дойти до этих минимумов и, соответственно, потом двигаться до 100-й средней скользящей, либо до 21-й недельной средней скользящей. Как я вам раньше показывал, вот 21-я недельная средняя скользящая здесь находится, немножко ниже 8000. Это один потенциальный сценарий движения биткоина. А следующий сценарий биткоина, покуда он будет находиться ниже вот этого уровня сопротивления, есть вероятность того, что у нас будет некая консолидация и движение в боковике. Но кальминация этого бокового движения все-таки будет тестирование предыдущих минимумов и дальше движение вниз до 100-й средней скользящей, вот этой оранжевой линии на графике, и возможное дальнейшее движение до 21-й недельной средней скользящей. Но это самый вероятный сценарий движения дальнейшего биткоина, покуда он будет находиться ниже вот этого уровня в 13250. Ну что, друзья, на сегодня все. Надеюсь, что видео вам понравилось и было вам полезным. Обязательно подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем еще раз спасибо за просмотр и... Субтитры сделал DimaTorzok